Донецк станцевал вместе с Европой. Донецкий прошел антифашистский марш-митинг. Несмотря на сильный ливень, в нем приняли участие 15 тысяч человек. Завершающим аккордом акции стал концерт группы «Любэ». С участниками митинга «Донбасс против неофашизма» пообщался Александр Певтьев. Местом сбора участников антифашистского митинга стал памятник Тарасу Шевченко. Студент Мединститута Максим Бородин уверяет, пришел на акцию по собственной инициативе. Мы победили в этой войне и победили фашизм. И я хочу этот день праздновать и праздновать победу наших дедов и прадедов. Собираются на митинг и представители власти, депутат Горсовета Андрей Кселев уверен, в Украине не место фашистским настроениям. Мы пытаемся показать, какую опасность представляет неофашизм в будущем. Что страну раскалывают по националистическому принципу, по каким-то сиюминутным выгодам. То есть пытаются ее расколоть, не признать победу Великой Отечественной войны. Пытаются пересмотреть результат ее. Начало шествия внезапно прерывает мощный ливень. Однако дождь не остановил шествие по центральной улице Донецка. На митинг собралось около 15 тысяч человек. Выразить свою позицию против неофашизма и поддержать в этом партию регионов. Я нейтральный. И ни туда, ни сюда. Я выступаю за то, чтобы неофашисты не пришли к власти. Со сцены звучит резолюция митинга. Мы требуем от народных депутатов Украины принять закон об усилении уголовной ответственности за разжигание межнациональной вражды, публичное отрицание или оправдание преступления фашизма. А от Министерства юстиции официального запрета всеукраинского объединения свободы как нацистской преступной организации. Перед многотысячной толпой выступили народные депутаты и руководители области. Это страшно представить, как прошла война по Донбассу. 250 тысяч наших земляков не вернулось с полей сражений. 200 тысяч мирных жителей погибло здесь от рук фашизма. И что мы скажем? Мы что, придадим нашу память, нашу славу и нашу победу? Я говорю решительное нет этому. И вас призываю сказать нет. Мы не дадим топтать нашу землю, в которой сегодня похоронен солдат-освободитель нашей страны, который боролся с фашизмом и который за эти годы Великой Отечественной войны потерял 10 миллионов людей. Завершающим аккордом в сегодняшнем митинге стало выступление группы «Любе». Российские музыканты дали полуторачасовой концерт для дончан. Замечательные эмоции, хорошая погода, замечательные люди. Александр Певтиев, Виталий Богачук, телеканал «Донбасс».